Краснодарский край. Житница России. Здесь живут более 5 миллионов человек. Из них около миллиона в Краснодаре. К нам приезжают сотни тысяч туристов из разных уголков страны. Мы гордимся своей погодой, природой, гостеприимством и уровнем жизни. При этом, по официальным данным, ежегодно в нашем регионе каждый 500-й житель проходит лечение от наркотической зависимости. В нашем регионе проходят лечение ежегодно около 10 тысяч человек примерно. В 18-11 тысяч, в 19-м 9 тысяч, в 20-м среднем до 10 тысяч человек. Это люди с различными наркологическими расстройствами, которые по профилю госпитализируются в наши учреждения, а также в филиалы края и также в районы к наркологам. Конечно, можно прятать с голову в песок или не замечать в любом случае страшных цифр статистики, ну или говорить, что где-то еще хуже. Но в случае с психотропным врагом, я имею в виду наркотики, нужно иметь в себе силы принять этот вызов и по-взрослому решать проблему, которая изнутри разлагает наше с вами общество, а значит, касается каждого. Итак, тема нашей сегодняшней программы – социальная ответственность. У всех зависимых людей есть общие черты. Это несамостоятельность, низкая самооценка. Они очень не уверены в себе, они не умеют выстраивать границы и говорить «нет». Они очень боятся быть плохими и отвергнутыми. Они не могут принимать решения. И, соответственно, если ребенок уже имеет вот эти черты, то он в зоне риска. Уже важно быть внимательным к нему, потому что, возможно, формируется какой-то из видов зависимости. Но какое будет – неизвестно. Ну, это от дозы до дозы, да, то есть они привыкают, они без этого не могут, и они себя очень плохо чувствуют. И у них перестает быть значим все остальное, что в жизни у них есть. Их перестает радовать что-то другое. Они не хотят учиться, им неинтересно читать, им неинтересно даже играть в компьютерные игры, которые, возможно, до этого их увлекали. Не говоря уже о том, что их могут не интересовать какие-то ценности их семьи, какие-то совместные процессы. Они не общаются с друзьями, с теми, у которых нет вот этой общей разделяемой реальности пагубной. У меня дочь на днях посмотрела фильм «Дневник баскетболиста» с Леонардо Де Каприо. И она была ошеломлена вот этой вот сценой, где наркоман переживал мучительную ломку. И она говорит, я думала, что ломка – это просто сильное желание, из чего я поняла, что дети просто плохо осведомлены о последствиях наркотика. И я думаю, что самое лучшее – это просто говорить про это, смотреть какие-то передачи, обсуждать. И тогда вот видно даже по ребенку, если он открыто говорит, если он делится, то, скорее всего, уровень доверия достаточно высокий, что очень важно. Действительно, семья, окружение, общество влияют на нас с вами незримо, но однозначно. Все мы находимся в тонкой, но прочной связке друг с другом. И если сбой системы произошел на самой первой ступени – дома, подъем по социальной лестнице может стать очень непростым, а порой невозможным. Большинство зависимых людей не отрицают свою зависимость, и в этом большая сложность. Если человек не осознает, что он зависим, то трудно что-то сделать. Важно понимать, что вот есть такая версия причины зависимого поведения, то есть это не формирование зависимости к какому-то веществу, а это неудовлетворенность собственной жизнью. И когда человек использует какие-то психоактивные вещества, это говорит о том, что это быстрый и легкий способ получить состояние, и в котором человек чувствует себя наиболее счастливым. Отсюда вывод. Тот человек, который употребляет наркотики, алкоголь, зависимый от человека, он просто несчастен. И важно понимать, что вся система причастна к этому, семейная система. Поэтому, когда речь заходит о том, что есть в семье проблемы, есть зависимый человек, то обращаться к психологам, к психотерапевтам, важно все семьи проходить семейную психотерапию, потому что есть зависимый, есть созависимый, и это очень мощная связка. Потому что человек, скорее всего, на каком-то важном жизненном этапе не произошёл вот этот вот кризис, отделение «я личности» от родителей. И это важно в любое время решать эту проблему, независимо от того, сколько лет. Но вот подростковый период, он такой самый важный. Спрашивайте своего ребёнка, кем он хочет стать, когда вырастет. Спрашивайте об этом регулярно, интересуйтесь, каким он видит себя через 5, 10, 20 лет. Обязательно делитесь своими целями. И точно так же, как вы выделяете время на завтрак, обед, ужин и сон, находите возможность рассказать, что будет, если в жизни на горизонте появятся наркотики. Уверена, многие удивятся, узнав, что лишь один неверный шаг может навсегда закрыть дорогу не то, что к мечте, но и даже к самой обычной и необходимой профессии. Вот перечень отдельных видов профессии статьи 45 Федерального закона номер 3 от 8 января 1998 года о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно ему, вы не сможете сдать на права управлять самолётом, работать с детьми в учебных или медучреждениях под запретом любые ответственные должности и профессии, будь то крановщик на стройке, инженер на высокотехнологичном предприятии, правоохранитель или госслужащий. Здесь не так много пунктов, но вдумайтесь, среди них наверняка есть та сфера, в которой хотели бы работать вы, ваши знакомые или ваши дети. Давайте представим ситуацию. Человек употреблял наркотики. Каким-то чудом или путём неимоверных усилий он всё-таки выбрался из наркотической ловушки и пытается начать жить заново. Впереди его как минимум ждут большие проблемы со здоровьем и, конечно, с финансами. Лечение и реабилитация обычно забирают все имеющиеся средства не только у самого наркомана, но и у его близких. И это при том, что реабилитация в государственном наркодиспансере бесплатна. А ведь ещё на что-то надо жить. Кредиты наркоманам не дают, но хорошую работу, как мы поняли, устроиться тоже практически нереально. В такой ситуации человеку можно лишь посочувствовать, а тем, кто ещё не пробовал, дать лишь один совет. Даже не начинайте. Если мы говорим о детях, то лучшая профилактика от зависимого поведения – это доверительное и надёжное отношение с ребёнком. Когда ребёнка не ломают, не пытаются переделать и принимают его таким, какой он есть. Когда ребёнку позволяют открыто выражать свои чувства, эмоции, озвучивать свои мысли. Но в свою очередь и родители должны быть искренними и открытыми. Когда у ребёнка есть безопасность, родители создают ему это, когда его поддерживают и когда его учат быть самостоятельным и ответственным. Потому что причина зависимости – это крайности. Понимаете, когда гиперопека, когда ребёнка всё время держат в таких ежевых рукавицах, ему не дают самостоятельности, за него принимают решения. Или наоборот – пустительское отношение, когда холодность, отстранённость. То у ребёнка есть вот эта вот нехватка внимания, любви, заботы, и тогда формируется зависимое поведение. К сожалению, именно взрослые очень часто сетуют, что дети сейчас инфантильные и безответственные. Постоянно сидят в гаджетах, рано начинают половую жизнь, не уважают старших и жаждут быстрых и лёгких удовольствий. Врут и скрывают вредные привычки. Стоп! А мы, родители, часто смотрим со стороны на своё поведение. Ну, если ребёнок попробовал один ряд, то, наверное, вряд ли будет что-то понятное. Если он принимает время от времени, то, конечно, в поведении это будет заметно. Во-первых, это будет нездоровый вид, у него будут эмоциональные спады, он будет очень агрессивным, активным и возбудимым. Или, наоборот, у него сменяется настроение в апатию, бессилие, депрессию. У них, скорее всего, будет нарушение сна, пищевого поведения, теряют сексуальный контакт. Ну, в общем, они будут странно себя вести. То есть очень трудно это не заметить, и иногда родители, может быть, просто не хотят этого замечать. Хочу поделиться личным опытом. Когда я была подростком, в школе нам часто показывали видео, программы о вреде наркотиков и о спиде. К сожалению, этого не всегда было достаточно. Были вопросы, которые хотелось обсудить с родителями. Вот, к счастью, у меня с моей мамой всегда были очень близкие, доверительные, теплые отношения. И потерять ее уважение, дружбу с ней было для меня самым страшным наказанием. И вот однажды моя замечательная, добрая мама сказала, Ты не обижайся, но если станешь наркоманкой, то лечить, вытаскивать тебя я не буду. Просто выгоню из дома и забуду, что ты моя дочь. Жестоко, но, как вы понимаете, с тех самых пор у меня ни разу не возникло даже мысли попробовать что-то запрещенное. Ни в коем случае не призываю брать этот пример за основу. К каждому человеку, ребенку нужен свой подход. Но вот вам простое наблюдение специалистов. Вам не кажется, что следующая история лишь продолжает мысль первой? У меня там работал друг в наркологическом центре и рассказывал, что есть одна отличительная особенность. Он говорит, у нас взрослые люди проходят лечение, алкоголики и наркоманы. Он говорит, знаешь, чем их всех отличают? Я говорю, ну вот чем они отличаются? Говорит, мамами. Их мамы до сих пор звонят и спрашивают, а есть ли у моего сына сигареты? А конфетки еще есть? А может быть ему что-то привезти? И он говорит, меня это так злит, потому что это взрослые мужики, которым 30-40 лет, а мамы с ними до сих пор ведут как с детьми. Специалисты предупреждают, если человек уже втянулся в пагубную зависимость, он всегда, рано или поздно, сделает новый шаг в пропасть от употребления к распространению. Или к другому криминалу, потому что наркотики – это очень дорогое зло. И со временем их требуется все больше. Уголовная ответственность за преступления, связанные с наркотиками, наступает с 16 лет. Да, вы правильно сказали, есть и административная, и уголовная ответственность. В административной ответственности, это за незаконный оборот наркотиков, статья 6.8 предусматривает наказание в виде штрафа от 4 до 5 тысяч, либо административный арест до 15 суток. За нахождение в состоянии наркотического опьянения также предусмотрена административная ответственность, также штраф от 4 до 5 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. По уголовной ответственности, в основной массе это идет из количества преступлений, это незаконное хранение, там ответственность до 15 лет лишения свободы. За сбыт наркотиков уголовный кодекс предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Тяжесть наказания зависит, во-первых, от массы наркотика, который либо был принял, обнаружен, либо был сбыт. Ну и, соответственно, либо это преступление совершено в группе лиц по предварительному сговору, либо в составе организованной преступной группы. Ставится в известность родителей, ставится в известность учебное заведение, ну и ставится на учет подразделения по делам несовершеннолетних. Также может быть назначена еще реабилитация плюс лечение, ну уже в зависимости от того, в каком состоянии. Напомню, наркотики – это смертельная опасность. В любых дозах, в любом виде, для любого человека. Они повреждают жизненно важные органы, делают человека изгоем и в семье, и в обществе. Они разрушают вас и вашу жизнь. И цена за быстрое и сомнительное удовольствие – это как минимум ваша репутация, а как максимум – ваша жизнь. На Кубани за последние пять лет число умерших наркоманов – около тысячи. В прошлом году те, кто снят с наблюдения у врачей-наркологов по причине смерти – 105 человек. Статистика показывает – надежда на улучшение ситуации есть. Каждый год все больше и больше наркотиков изымается из незаконного оборота. Каждый год больше преступлений выявляется, поэтому все совершенствуются в этой сфере. Идем по пятам, скажем так. Но не хочется заканчивать на грустной ноте. Надежда должна быть всегда, и она есть. Потому что только от родителей, педагогов, других осознанных взрослых зависит, каким сформируется ребенок и с какими убеждениями он вырастет. Но мы не можем оградить наших детей от каких-то в пространстве других детей, которые этим занимаются, от плохих компаний. Да, есть риск. Но если ребенок внутри чувствует вот эту безопасность, которую дают родители, если он уверен в себе, если у него есть свое мнение на этот счет, то ему это будет неинтересно, понимаете, у него другие цели. Он вообще по-другому себя чувствует, он достаточно уверен в себе. Поэтому если вот ребенок такой, мне кажется, волнение напрасно. Психологи рекомендуют в разговорах с детьми использовать примеры из личной жизни. Рассказывайте им о том, что у вас была такая-то история, связанная с тем-то, кто употреблял наркотики, и она закончилась так-то и так-то. Чаще всего это, конечно, история без хэппи-энда. Дети очень хорошо воспринимают именно такой формат общения, когда нет нотации, поучительства, легкий дружелюбный тон, спокойствие, отсутствие эмоций. Главное, будьте честны и ответственны. И в таком случае у вас точно получится установить и сохранить контакт с вашим близким человеком. И наверняка у вас получится достучаться до него и донести то главное, что вам так важно ему сказать и обсудить, чтобы помочь своему ребенку, сыну или дочери, может быть, сестре или племяннику, чтобы вырасти счастливым и здоровым. И занять в жизни именно то место, которое они хотят, а не то, которое будут вынуждены.